Организаторы второй выставки молодых художников признались нам в том, что в первую очередь ставили перед собой задачу найти и представить на суд зрителей оригинальные работы местных мастеров. На этой выставке представлены работы 11 местных мастеров. Работы выполнены в абсолютно разном стиле. Эту выставку мы между собой называем летней выставкой, буйство красок, оригинальность исполнения художниками, выражение своего внутреннего я. Донецк – это город, в котором, вопреки расхожему мнению, живут не только шахтеры и металлурги, но и люди искусства. Молодым, ищущим себя и делающим первые шаги в творчестве художникам, особенно важно чувствовать поддержку своих более опытных собратьев по цеху. Им необходимо участвовать в выставках, конкурсах и других арт-акциях, считают художники, члены арт-группы «Они». Наша арт-группа выступила в качестве поддержки молодым художникам на этой выставке. Мы представили здесь серию работ в стиле трансфутуризм, может быть, сложные для неискушенного зрителя, для понимания, потому что мы предпочитаем работать с вещами, которых мы не знаем. То есть мы не визуализируем те вещи, которые все знают, мы переступаем своим творчеством за грань непознанного. Коллективные выставки являются стимулом к творческому развитию молодых талантов, обогащению и обмену опытом, активизации своей позиции. А это, в свою очередь, помогает обрести уверенность в своих силах и подталкивает молодых художников к новым свершениям и даже созданию новых направлений. Сейчас достаточно просто быть художником. Можно рисовать, пользуясь фотографиями, можно рисовать то, что ты видишь. Но для нас это неинтересно, поскольку мы копаем глубже. Нам интересно, как все устроено. На картине Александра Яськовой, еще одного художника из состава арт-группы «Они» представлена попытка отражения ощущения внутренней, невидимой глазу сути материи. На этой выставке я представила одну работу из серии «Трансфутуризм». Вот эта работа называется «Ощущение реальности». Здесь показаны фотоны света, здесь показаны то, из чего мир, как он создается, строится и каким образом происходят те невидимые движения, преломления света, трансформации. Процессы, которые на первый взгляд незаметны, но их можно ощутить эмоционально. Художники, работающие в стилях реализма, импрессионизма, наимной живописи, абстракции, сюрреализма и прочих, представили на выставке свои городские пейзажи, декоративные и другие работы. В последние годы в нашем городе появляется все больше выставочных площадей, которые открывают возможность к самовыражению не только молодым, но и начинающим художникам. Оксана Логановская, представившая на выставке свои абстрактные картины, рассказала о том, что писать их начала внезапно. Желание рисовать было всегда, но ее останавливало отсутствие художественного образования. А так как, ну в общем, получать его уже мне было, показалось поздноватым. И в один прекрасный момент так случилось, что я взяла карандаш, махнула рукой, взяла карандаш и просто начала водить по бумаге, что-то начало получаться. Шаг за шагом, пробуя разные техники, работой с разными материалами, Оксана нашла свое в искусстве. Я работаю в стиле абстракции, потому что, ну мне это просто нравится, потому что внутренний мир, я выразить свой внутренний мир могу выразить только так. Я хотела показать людям не то, что я умею, а то, что есть у меня внутри. И, наверное, я хотела сказать, что рисовать может каждый. Наталья Волошина, Александр Худалий, Первый муниципальный.